Продолжение следует... Для начальной школы, да? Для 2-4 классов. И сегодня Ольга Борисовна прочитала лекцию на марафоне для учителей начальной школы и лекцию о технологиях обучения русскому языку в соответствии с новыми требованиями стандарта. Правильно я сказал? Правильно. Правильно. Ну, Ольга Борисовна, может быть, Вы как-то скажете нашим зрителям, тем, кто не смог приехать на марафон, о чем, ну, более конкретно, о чем шла речь на Вашей лекции? И, может быть, какие-то советы, пожелания Вы можете дать нашим зрителям, учителям начальной школы. Тема, по которой я выступала, она, в общем-то, не нова. Сейчас много мы говорим о технологиях обучения. Но, однако, практика показывает, что сложность заключается в освоении этих технологий. Поэтому сегодня я постаралась не просто рассказать о технологии, но и на примерах по своим учебникам, учебно-методического комплекта «Планета знаний», показать, как мы, авторы, помогаем учителям реализовывать новые современные технологии. Разработчики стандартов выделяют четыре группы технологий. Это обучение на основе учебных ситуаций, коммуникативно-информационные технологии, технология дифференцированного обучения, уровневой дифференциации и проектная деятельность. Больше я сегодня остановилась на первой группе. Поскольку это технологии, они позволяют непосредственно на уроке организовать деятельность учащихся, то есть включить их в активную, поставить их в активную деятельностную позицию. То есть, чтобы нужно было их не обучать, а чтобы они сами учились. Для того, чтобы дети реально могли сами добывать новые знания, открывать новые способы действий. И вот как это можно сделать, я постаралась как раз показать и рассказать на конкретных примерах. А как это можно сделать? Можете повторить, воспроизвести какой-нибудь пример? Это, наверное, какие-то задания? Конечно, это особым образом сформулированные задания, подбор заданий, которые позволяют, с одной стороны, первоначально включить ребёнка в постановку цели и задачи урока, а затем организовать актуализацию опорных знаний и создать, например, проблемную ситуацию. Если, вот я сегодня говорила урок во втором классе «Корни однокоренные слова», и ребята повторили, рассказали о том, как они представляют, что такое однокоренные слова, что это слова, имеющие один корень, а затем даётся задание, провоцирующее их на как раз спор, а вот летний и летательный – это однокоренные слова, ведь у них один корень – лет, лет. И здесь вот возникает та ситуация, когда кто-то говорит «Да, один». Почему такое мнение может возникнуть? Ну, пишутся одинаково. Летом легче летать. А, друг, а кто-то из детей ухватится за значение этих слов и скажет «Да нет, они же проразные». Летний – это вот лето, а летательный – это вот летаем. И вот здесь возникнет эта ситуация, из которой дети сами выводят способ определения однокоренных слов. Первый шаг – смотрю, одинаково ли написаны слова. Второй шаг – думаю, одинаково ли значение они имеют. Ну, вот такого плана показывала, как уроки мини-исследования проходят на уроках русского языка, как за счёт учебника идёт организация проектной деятельности. Ну, это уже на конкретных примерах. Да, ну, то есть я бы, если правильно поняла, самое главное, чтобы ребёнок удивился чему-то, и чтобы у него в голове возник вопрос, на который ему захочется найти ответ. Да. Самому подумать и высказать своё мнение, не бояться высказывать это мнение. И сегодня, кстати, вот я особенно останавливалась на том моменте, чтобы учителя не боялись ошибок детей. Ошибка – это наоборот тот материал, на котором как раз и можно организовать и проблемное обучение, и вот организовать то столкновение мнений, и за счёт того, что ребёнок начнёт объяснять своё понимание, а другой своё понимание, и происходит естественная коррекция знаний. И это резко отличается от той ситуации, когда учитель просто говорит «ты сделал неправильно». Он как бы зачёркивает ответ ребёнка, но при этом не вскрывает тех проблем, которые есть в понимании у ребёнка той или другой темы. И мне кажется, что ошибки бывают иногда настолько красивыми, что просто жалко, что это действительно неправильный вариант. Что не они правильные варианты. Вот мысли бывают действительно у детей очень интересен, но ошибочен. Но при этом, когда ребёнок сам в ходе вот этого обсуждения понимает, в чём его ошибка, вот это и есть та ценность, ради которой организуется такая работа. А самое главное – это активное включение мыслительной деятельности ребёнка в ход самого урока и в результат. И результат, он получается уже не просто формальным, он личностным получается. Я же сам вывела это, я смог. Поэтому это очень важно. И ошибка моя, и правильный ответ тоже мой. Это большое достижение. Да, и ребёнок видит, как он в течение 45 минут, сколько раз он ошибается, он не боится ошибаться, и через ошибки подходит к верному, истинному зданию. Конечно, конечно. И понимает, что только так и может идти, собственно, открытие чего-то нового. Не бывает. Если бы мы всё знали и не ошибались, то тогда для чего мы учились, для чего бы исследовали, что нечего было бы исследовать. Поэтому это очень важно. Да, большое счастье, что есть возможность ошибаться. Да. И право на ошибку должно быть обязательно. Да, Ольга Борисовна, большое вам спасибо. Было очень интересно. И мы надеемся, что ваши пособия будут помогать учителям, детям. И то, что учителя, которые были сегодня у вас на мероприятии, остались довольными. Ну и, конечно же, зрители наши тоже обогатились. Мне очень было приятно, что учителя и аплодисментами потом подходили, слова благодарности говорили. Прежде всего, им большое спасибо за активную позицию, что они приходят, слушают, впитывают. Ну и я всегда рада, когда могу кому-то помочь. Поэтому дай Бог, чтобы всё было у всех хорошо. Большое спасибо.